Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Как повысить свою самооценку и научиться себя любить? Ну, здесь нужно понимать, что вы почему-то свою самооценку занижаете и почему-то вы себя не любите. И необходимо в первую очередь определить причины этого. Вследствие чего вы занижаете свою самооценку, то есть, словно говоря, есть позиция, что я хуже других, я, там, вот все другие нормальные, я, там, нет со мной, там, словно что-то, что-то не так. Вот, и, значит, и что вы себя отрягаетесь, то есть, за что вы себя не любите, за что вы себя бичуете и так далее. Вот, это тоже очень важный момент, на который вам нужно обратиться обратить свое внимание. Значит, любовь. Любовь к себе проявляется в довольно многих факторах, вот, в довольно многих моментах. Одним из таких моментов можно по праву считать оценку, то есть, если вы, например, не будете себя оценивать, да, если вы не будете пытаться себя оценивать, вот, то вы быстрее встанете на путь, путь принятия себя. Если вы посмотрите на то, как происходит оценка, либо, то вы увидите, что по большому счету вы повторяете действие, эээ, повторяете, эээ, не действие, эээ, 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 мнение других людей, по сути. То есть, эээ, вы повторяете, эээ, слова от тех людей, которых вы когда-то слышали, считая, что эти люди правы. Своей собственной оценки у вас нет себя, так же, как ее не было бы, эээ, живи вы, на условном, необитаемом острове. То есть, если вы, бы, жили, на, необитаемом острове, вы бы себя никак не могли бы оценить, потому что, вы просто жили, просто делали бы то, что хотели и все. И момент здесь в том, что оценить могут только другие люди. Вот. Не вы сами себя, а другие люди. Но другие люди, тем не менее, эээ, постараются сделать так, чтобы вы думали, что это вы себя оцениваете. То есть, другие люди постараются сделать так, чтобы вы считали, что это ваша оценка. Вот. Не их оценка, не их оценка. Эээ, та ваша оценка. К сожалению. А другие люди, они, эээ, вроде как, не причел. Вот. Ну, не нужно думать, что все какие-то плохие. Нет. Просто так работает закон общества. Закон общества. Эээ, следующий важный момент, это, эээ, ваши ээ, чувства, которые вы испытываете. Что я имею ввиду? Эээ, вы не выращаете, эээ, своих эмоций, скорее всего. Вы не выращаете, своих ощущений, скорее всего. Вы не позволяете себе, скорее всего, чувствовать то, что вы чувствуете. И говорить об этом. Вы можете уходить в, эээ, там, страх, в негатив, во. Вы можете уходить, ээээ, куда-то еще. Эээ, вот. Эээ, но, ээээ, это немножко не про чувства. Эээ, ваши. Это про защиту. Эээ, больше. Про защиту, про защитную реакцию. А там есть чувства, которые вернут в этот момент, в момент... ээээ, страх, агрессия, там, чего-то еще. Да, вы не говорите, потому что это может причинить боль, но это может быть боль и соответственно эта болезнь, она тоже является путем, так сказать, к отказу от себя, путем к отражению от себя, путем к тому, чтобы не чувствовать себя, своих переживаний, своих эмоций, своих ощущений и так далее. Ну, это, собственно, то, что можно, наверное, сказать вам в первую очередь. Ну, вот прямо здесь и сейчас, то, что можно сказать вам. Самооценка. Самооценка – это требование к себе. То есть я буду хороший только если что-то там сделаю, я буду хороший. Только если удовлетворю какие-то чьи-то требования, вот, ну, чьих-то людей. Да? Вот. Вот можно выщерб себе как бы. И... И расеститься. И... Это, это объясни... И... условия, что постоянно ставят вам условия, условия, при которых вы будете хороши, а по факту хороши вы не сможете быть никогда. При таком веселом, в кавычках, подходе. Ну, просто потому, что любая условность, да, она всегда длительна и ей крайне не выгодно, чтобы она завершалась. То есть, если вы начали в условности, если вы начали ставить себе условия, то, к сожалению, скорее всего, вы эти условия ставить себе со временем не прекратите, потому что, ну, человек привыкает к этому, вот, и по-другому уже не может быть условий. То есть, человеку может казаться, что если он не будет себе ставить условия, то, собственно, случится что-то страшное, наверное, что-то плохое, вот, что-то ужасное, что-то, что-то неприятное и так далее, вот, хотя, по итогу, как бы, ничего не случается, не происходит. Ну, да, как бы, человек все равно этого боится. Вот. Следующий момент, это природа ценностей. Что такое природа ценностей? Это то, что вам, например, в жизни лично важно. То есть, делая что, вы ощущаете себя меняющейся, значимой, ценной и так далее. То есть, это нормально. Для человека нормально, нормально искать такие вещи, которые его бы вдохновляли, которые помогали бы ему. Но важно немножко другое, чтобы эти вещи не были связаны никаким образом с другими людьми, чтобы люди не были самоцелем. Потому что, когда люди на цель, от их реакции, от их оценки, зависит то, как человек будет себя чувствовать. А оценка людей может быть самая разная. К сожалению. И она может быть непостоянной. Она может быть мимолетной. И зависимость от этого приводит в постоянную тревогу. Поэтому я могу предположить, что у вас есть проблема. Проблема того, что вы не очень знаете, чем заниматься, чем заниматься хотите. Или, знаете, но не занимаетесь. То есть, ну, откладываете это. Там, может быть, боитесь неудачи. Может быть, считаете, что это не важно. Или, вот, какие-то еще могут быть вещи. То есть, ну, вариантов. На самом деле, много, достаточно. Вот. В любом случае, работать вам нужно, как мне кажется, в этом направлении. В первую очередь. В этом направлении. Дальше уже будет видно, что делать и как себя вести. Ну, как себя вести. Но пока вот, в принципе, так. То есть, слишком много лишнего, я бы сказал. У вас, ну, вот, в формале. Слишком много лишнего. Это не может не мешать. К сожалению. К сожалению. Вот, избавиться от лишних моментов. И тогда, вы сможете более спокойно, более естественно себя вести. И чувствовать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго. Доброго. Надеюсь, что мой комментарий и комментарии моих коллег позволят вам сформировать обратную связь, что, в свою очередь, посудит начало продуктивной работы со специалистом. Удачи вам и успешного разрешения того, что вас беспокоит. Спасибо. 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 Спасибо.